Во время обеда со стола падает ложка. Хозяин успевает её поймать. О, тётя Хая в лифте застряла! Хаим, Сарочка уже три года как умерла, почему ты не женишься? Ты знаешь, я ищу женщину с астмой. После Сарочки осталось столько лекарств. Знаете, на еврейской свадьбе жених по обычаю не может поцеловать невесту. Почему? Потому что рядом с женихом сидит его мама и всё время твердит – кушай, кушай, кушай. Рыбы у меня дохнут, куры. Что делать? Начерти круг и кидаем в него зерно. Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры всё равно дохли. Тогда он опять пришёл к Рыбе. Что делать? Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры всё равно дохли. Что делать, Рыбе? Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник. Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все. Рыбе, все куры сдохли. Жалко. У меня было ещё столько идей. Еврей спрашивает у Равина. Рыбе, а во время поста еврей может спать со своей женой? Да. А с чужой? С чужой нет. Почему? В торе ясно сказано, что во время поста еврей не должен получать удовольствие. В синагогу принесли щенка и обратились с просьбой к Равину сделать щенку обрезание. Как вы смеете? Это же синагога, а не ветеринарная лечебница. Плачу сто тысяч. Так вы бы сразу сказали, что пёсик еврей. К Равину за советом приходит молодой еврей. Рыбе, я хочу жениться на дочери Розенфельда. Ну, женись. Ну, она же некрасивая. Ну, не женись. Зато её отец даёт за ней двадцать тысяч. Тогда женись. Рыбе, ну, она старше меня. Ну, не женись. Рыбе, дайте же мне конкретный совет. После раздумья Равин говорит. Знаешь что? Крестись. Зачем? Будешь морочить голову попу, а не мне. Едут в поезде Рыбинович и китаец. Рыбинович спрашивает. Простите, вы еврей? Нет, я китаец. Нет, всё ж таки вы еврей. Чего вы стесняетесь? Да нет, уверяю вас, я китаец. И так два часа. Наконец, китайцу надоедает этот разговор, и он говорит. Отвяжитесь, да, я еврей? Ну, вот. Я же говорил. Удовлетворённо замечает Рыбинович. А скажите, вам никогда не говорили, что вы очень похожи на китайца? Трое собираются эмигрировать во Францию и думают. Какие им там взять имена? Вот я был Лейба, а буду Луи, говорит один. А я был Хирш, а стану Юи, говорит второй. А я, пожалуй, во Францию не поеду, сказал Хаим.